Всем привет! Сегодня я вам расскажу о Мьянме. Я живу в этой стране уже год, и первый вопрос, который мне задают мои друзья, это где? То есть люди практически не имеют представления об этой стране, поэтому в отличие от Индии я решила начать не со своих впечатлений, а с краткой информации об этой стране. И сегодня я сделаю видео в парке, чтобы вы смотрели не только на меня, но и на красивый парк. Мьянме – это очень древнее государство. То есть тут с древних времен была индо-буддийская цивилизация, потом эта страна была частью колонии Британской империи вместе с Индией. И после обретения независимости, к сожалению, в результате переворота в власти пришла военная хунта. В 62-м году, по-моему, тут пришла военная хунта. И как бы очень долгое время правила страной. Даже сейчас вся власть в основном остается в руках военных. Находясь под властью военных, Мьянма стала закрытой страной для остального мира. Она была под санкциями США и Евросоюза. Здесь не было международных организаций, туристы особо не могли приезжать. Единственные страны, которые продолжали сотрудничество с Мьянмой, были Северная Корея, что неудивительно. Китай, который имеет тут значительные интересы. Потом Россия, которая поставляла сюда военную технику. И Индия, Таиланд, то есть в меньшей степени они сотрудничали с Мьянмой тоже. С 2011 года страна начала делать некоторые преобразования демократические. То есть военные поняли, что сложно построить бизнес, находясь в условиях санкций. И поэтому начали проводить некоторые реформы, отпустили политических заключенных. И в прошлом году провели первые демократические выборы. То есть я считаю, что по-прежнему власть находится в руках военных. Но формально некоторые изменения происходят. И это позволило открыть страну для бизнеса и для туристов. Сейчас очень много компаний приезжают сюда, пытаются построить бизнес. Потому что тут очень много вещей, которые отсутствуют в Мьянме. Поэтому много ниш для бизнеса. Удивительный факт про Мьянму, то что в стране долгое время не было доступа к мобильной связи. То есть тут не было вот этих башен для мобильной связи. И сим-карты стоили где-то 2500 долларов. Причем они не были в свободном доступе. То есть там по каким-то лотереям их раздавали, эти сим-карты. То есть продавали за 2500. И в основном военные владели сим-картами. Иностранцы, которые приезжали сюда, они оставляли свои телефоны в аэропорту на хранение. До того момента, когда уедут. Все изменилось с 2013 года, когда страна дала лицензии на двум мобильным операторам. Это норвежскому Теленору и катарскому ряду. Эти компании стали строить башни для мобильной связи. И сейчас в стране появилось даже 3G. Что создает своеобразную обстановку. То есть сим-карты сейчас стоят где-то полтора доллара. Есть достаточно недорогие смартфоны. То есть люди в других странах начинали с простых кнопочных телефонов, без интернета и все такое. В Мьянме же, получается, люди не имели доступа ни к интернету, ни к мобильной связи. А сейчас начали сразу со смартфонов. Другим любопытным фактом является то, что в страну долгое время не разрешали возить автомобили из-за границы. И большинство людей ездило на автомобилях очень старых. То есть 25-30 летней давности. Но относительно недавно разрешили возить автомобили. И сейчас можно увидеть разные. То есть и у богатых людей тут есть и Феррари, и Бугати, и Роллс-Ройсы. То есть можно увидеть очень шикарные автомобили на улицах. Но качество дорог, конечно, оставляет желать лучшего, поэтому я не знаю, как они ездят. В этом парке я хочу обратить внимание на людей, которые вот сидят с зонтиками. Это чаще всего влюбленные парочки. То есть для того, чтобы их не видели, они вот всегда так прячутся под зонтиками. Очень интересно. Основной религией Мьянми является буддизм, который играет значительную роль в культурной и политической жизни страны. И основной достопримечательностью является погода Шведогон. Сейчас я её покажу. Вот она будет виднеться за деревьями. Эта погода, она покрыта настоящим золотом. То есть говорят там, что 55 тонн золота и около 3000 разных драгоценных камней. Вот она вот, золотая такая верхушка видна. И что самое интересное, то есть буддизм учит людей довольствоваться малым, поэтому даже бедные люди приносят пожертвования в виде золота для погоды. И когда тут был очень такой серьёзный циклон, очень много людей пострадало, потеряло свои дома, и как бы очень много людей погибло, этот циклон, он тоже сбил с верхушки некоторые драгоценные камни. И люди находили, и вместо того, чтобы поставить себе, то есть они возвращали в погоду. Что очень удивительно, потому что, когда я посещаю эту погоду, у меня далеко не религиозные мысли. То есть там на верхушке находится бриллиантка в 75 каратов. То есть, видать, я более испорчена, чем буддисты, поэтому мысли у меня очень материальные каждый раз, когда я вижу эту погоду. На сегодня всё. В этом парке очень жарко, поэтому я заканчиваю своё видео. Спасибо.